Самый музыкальный телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Да кто я, маленькая дочка на земле? Большой и необъятной. Да что я, просто миг невидимый в англии. Смешной и непонятной. Невероятной, непостижимой. Из беды лучшие на свете слова. Но все волшебное, неуловимое. По сути, пусто, как дважды два. Где-то между небом и морем. Абсолютно раздета. Где кончается горе, начинается лето. Это просто красиво. Эта песня не спета. Между синим и синим. Мир зеленого цвета. Между синим и синим. Мир зеленого цвета. Да кто мы, море, незаметно суеты. Забыть не очень сложно. Да что мы, 70% из воды. Но все еще возможно. Не очевидное, невероятное. Но явно что-то неземной красоты. Неуловимое, неуловимое, но так понятное. Земля и небо, и рядом ты. Где-то между небом и морем. Абсолютно раздета. Где кончается горе, начинается лето. Это просто красиво. Эта песня не спета. Между синим и синим. Мир зеленого цвета. Между синим и синим. Мир зеленого цвета. Не очевидное, невероятное. Но явно что-то неземной красоты. Неуловимое, но так понятное. Земля и небо, и рядом ты. Где-то между небом и морем. Абсолютно раздета. Где кончается горе, начинается лето. Это просто красиво. Эта песня не спета. Между синим и синим. Мир зеленого цвета. 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 Утро страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Доброе утро, друзья. Это телерадиоканал «Страна-ФМ». Вас приветствует Никита Некрасов, Лиза Калинина. И в гостях у нас сегодня заместитель шефа отдела футбола издательского дома «Спорт-экспресс» Александр Бобров. Александр, здравствуйте. Я вас приветствую. Да. И сегодня у нас такая тема очень обширная. Будем говорить про футбол. Много у нас информационных поводов. Много интересных матчей. И решили начать с того, что легендарная команда, сборная Италии, не будет принимать участие в чемпионате мира по футболу. Это, кроме того, любовь многих женщин тоже разбита. Да и мужчин. Что уж там таить. Ну да, потому что Буфон тоже решил попрощаться с профессиональным спортом. Так расстроился, что не будет в России играть, что это. Даже сплакнул. Да, к сожалению, да. Александр, ну как же так. Я бы, наверное, нарвал бы на себе волосы. А так, ну, просто жалко по футбольному, по спортивному, по-человечески, что такая команда, к сожалению, не приедет. Буфону очень жалко, потому что он и как человек хороший, и великий спортсмен, и блестящее у него чувство юмора. Ну, хороший семьянин, все-все-все, только самое хорошее. Ну, сейчас про него, можно сказать. Сейчас команда будет меняться полностью. Уже сегодня пошли объявления, что один футболист за другим, вслед за Буфоном, объявляют о завершении карьеры. Потому что так сильно уранило, или все? Ну, Буфон, понятно, возраст, 39 лет. А не все возрастные. Там порядка, в первом матче порядка 7, по-моему, человек в стартовом составе был за 30 лет и старше. Команда действительно старенькая. Ну, старенькая по футбольным меркам. Ну, понятно, по возрасту. Вот этот проигрыш шведам, да, к чем вы объясняете? Ну, неожиданное же, да, такое исходство? Причин-то, наверное, будет много. Там и тренера винят, в первую очередь. Конечно, его будут с грязью смешивать все последующие дни в Италии. Да и всю команду, в общем-то. Сейчас вот как раз перед тем, как к вам приехал, посмотрел обложку одного из зданий итальянских, там просто изображен землекоп, лопата, ноги землекопа, и заголовок. Идите все копать, работать. И вся команда итальянская фотография. То есть там достаточно жестко, я сейчас так думаю, будут их критиковать. Ну, так бывает. Наверное, многие сборные переживали такой период. Просто Италия 60 лет на чемпионатах мира играла. Ну да. Конечно, это неожиданно, что их не будет. Ну и для нас плохо, потому что в России многие болеют за итальянцев. И болельщики приехали бы такие интересные. Плюс не будет голландцев и чилийцев. Это, конечно, вот три сборные, которые хотелось бы видеть в следующем году. Ну, будут шведы, тоже интересно. Ну да. Александр, вот скажите, пожалуйста, я думаю, что обывателю, в принципе, не очень известны фамилии тех игроков, которые придут на смену тем, кто сейчас уходит. Вот по-вашему, кто это будет? У итальянцев? Да, у итальянцев. Наверняка эти фамилии на слуху. Но просто люди не ассоциируют, что эти игроки... Звезды будущие, да? Будущие звезды сборной Италии. Ну, там одна звезда уже, в общем-то, есть. Это вратарь Милан Донорума. Это, ну, на самом Джан-Луиджи Донорума. Он будет сменщиком Буфона. Тут как бы все ясно. И Джан-Луиджи, и этот. Да, оба. Два тюзки. И у него еще и брат в Милане тоже вратарь. Второй вратарь. Но Инсиньи, которого вчера поздно вечером настоятельно рекомендовал выпустить на замену Дероси, который сам отказывался выходить на поле, ну, пока сложно сказать. Опять же, неизвестно, кто будет тренером. Там даже нынешнего тренера «Зенита» называют шляк кандидатов Роберто Манчини. Но мы, я думаю, конечно, не отдадим. Не отдадим. Не отпустим. Друзья, задавайте свои вопросы нашему эксперту. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Пост не промахнетесь. Пишите в комментарии. А также в WhatsApp Viber. 909-928-189.9. Все, что касается футбола, я думаю, получит комментарии ваши вопросы. Конечно, конечно. У нас замечательный эксперт. Александр Бабов. Маленький журавлик видит над землёй маленькую тень. Маленький журавлик свой корабль строит, чтобы улететь. Крылья из бумаги, символы отваги, миллионы глаз. Словно небо дразнит. Маленький журавлик мир спасал не раз. А мы с тобой взрослые люди, но продолжаем ждать чудес. Мы с тобой взрослые люди, супергерои детских пьес. Лети, журавлик, летит по небу. Мы с тобой взрослые люди, смело шагнём за край небес. С тобой за мечтой. Маленький журавлик, я тебя представлю маяком своим. Что бы ни случилось, скоро всё исправлю, становлюсь другим. Подготовь на завтра облачные карты, буду ждать тебя. Разожму ладони, ветер крылья тронет. Удержать нельзя. А мы с тобой взрослые люди, но продолжаем ждать чудес. Мы с тобой взрослые люди, супергерои детских пьес. Лети, журавлик, летит по небу. Мы с тобой взрослые люди, смело шагнём за край небес. С тобой за мечтой. А мы с тобой взрослые люди, но продолжаем ждать чудес. Мы с тобой взрослые люди, супергерои детских пьес. Лети, журавлик, летит по небу. Мы с тобой взрослые люди, смело шагнём за край небес. С тобой за мечтой. Доброе утро, дорогие друзья. Это телерадиоканал Страна ФМ. Лиза Калинин, Никита Некрасов здесь в студии по-прежнему. И у нас замечательный гость в гостях. Гость в гостях, замечательный. Это просто последний час работы. Доброе утро, да. Доброе утро, да. Александр Бобров, заместитель шефа отдела футбола и издательского дома «Спортэкспресс». Задавайте свои вопросы группе «Страна ФМ» в ВКонтакте к вашим услугам. Продолжим немного говорить. Продолжим про футбол. Про сборную Италии, да. Вот матч такой, вы говорите, был достаточно спорный. Там были спорные моменты с точки зрения судейства. Интересно, как теперь Пьер Луиджи Калино, который итальянец по национальности и по гражданству, как он теперь оценит работу своего подопечного испанца Матео Лауса, который в нескольких эпизодах не назначил 11-метровые удары в пользу итальянской сборной. Правда, там были и другие штрафные моменты, где он якобы мог наказать сборную Италии. Так или иначе, ни одного 11-метрового он не назначил. И, в общем-то, были разговоры о том, что могли видеоповторы в тех или иных моментах помочь. Все вы знаете, что сейчас FIFA проводит эксперимент с видеоповторами. И они, скорее всего, будут использоваться на чемпионате мира в России. Но пока это на 100% не подтверждено, это будет решаться в марте. Это как бы такая фишка, это инструмент, который может помочь арбитрам. Все мы с вами смотрим телевизор чаще всего, но те, кто на стадион не идет. А по телевизору футбол стали показывать гораздо лучше за последнее время. Там с разных точек показывают моменты. С разных точек. Да с компьютерной графикой еще, с линиями всякими. И мы с вами все видим, что судья, допустим, мог принять совсем другое решение. А судья этого не видит. Он фактически единственный остается, кто этого не видит. Потому что даже болельщик на трибуне, он может взять смартфон и посмотреть записи. А это объяснимо с точки зрения новой судейской системы? Почему он не назначил финансию? А он так видел. Это опять же разговор о том, что он так видел, он так стоял, занимал такую позицию, он так и решил. Там практически все моменты были связаны с касанием мяча руки. Ну да. Вот. И возможно, если бы он посмотрел видеоповтор, посмотрел бы с другого ракурса, он теоретически мог принять и другое решение. Но в этих матчах видеоповторов нету. Это пока только вопрос будущего. УИФА не очень хорошо к этому относятся. Они считают, что судья пока способен сам решать такие оценки ситуации. На самом деле, я считаю, что УИФА не прав. Потому что мы видим это физически. Я это вижу. Я смотрю сотни матчей. Я вижу, что судья по сравнению с нами, телезрителями, в неравном положении. Ну понятно. К сожалению, это так. Или, к счастью, телевидение стало намного качественнее. И вот такой оплошностью... А два глаза у судей так и осталось. Сборная Италии не принимает участие теперь в чемпионате мира. Не примет очень лучшее. Ну да. Переродятся, перестроятся новые команды. Александр, расскажите, а вот те самые видеоповторы, которые могли теоретически спасти сборную Италии, они каким образом осуществляются? То есть тоже для человека, который не очень много понимает футболь и вообще, в принципе, там, хоккей не смотрит. Вот в хоккее судья останавливает встречу, подъезжает к бортику, надевает наушники, смотрит монитор и принимает какое-то решение. В футболе то же самое будет? В футболе нет, чуть посложнее. Там есть разные варианты. Либо видеооператор, видеоарбитр, точнее, видеоассистент, он сидит где-то на стадионе. Или в ПТС и смотрит не только ту запись, которую мы видим, но и техническую запись, то есть с других ракурсов. И он либо сам принимает решение, если момент там действительно очевиднейший, а судья промашку допустил, либо советует судье, который работает на поле, подойти к монитору, который стоит тоже около поля. И лично убить. Посмотреть. Либо, как создали немцы, допустим, они в Кёльнском телецентре создали целое помещение для работы видеоассистентов. Там сидят 5-6 видеоассистентов. Прерву вас. Мы вынуждены уйти на рекламу. Реклама. Ежедневно. По будням. В эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Только в программе «Территория машин». И больше нигде. Мы расскажем вам о канадце, который угонял собственный автомобиль. О жителе Гонконга, в квартире которого припаркован «Феррари». А также о новом иске против «Фольксваген». Это и многое другое. Каждый будний день. В 7.30, в 8.30, в 9.30, в 17.30 и в 19.30. «Страна.ФМ». Ваша территория машин. Мы умеем заводить. Программу представляет ООО «Субару Мотор». ДНК «Субару» состоит из выдающихся решений. Каждый день инженеры компании борются за сантиметры, метры, километры, годы надежной службы и жизни людей. Поэтому каждый «Субару» – всесторонне продуманный автомобиль, которым удобно пользоваться. «Субару». Создан инженерами. Телерадиоканал «Страна.ФМ» и моторные масла «Ликви Моли» представляют фото-конкурс «Мисс Ликви Моли». Сделай красивое селфи и выложи на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Мисс Ликви Моли» и «Страна.ФМ». Первые красавицы страны! Мы ждем вас! Ваши фотографии примут участие в конкурсе «Мисс Ликви Моли». Подарков будет много, а главный приз – путешествие в Норвегию на горнолыжный курорт. Конкурс проходит при участии компании «Ликви Моли». «Ликви Моли» – это моторные масла, автохимия и автокосметика. «Ликви Моли» – для тех, кто выбирает лучшее. Мы любим песни нашей страны. Но много хорошей музыки есть и за рубежом. Телерадиоканал «Страна.ФМ» представляет программу «Зарубежка». Вас ждет музыкальное путешествие в прошлое. Далекое и не очень. И, конечно, самые горячие иностранные хиты и новинки. Гид по «Зарубежке» Влад Кутузов. Первый тур во вторник в 10 вечера. И повторы в четверг в 23.00 и в субботу в 2 часа дня «Зарубежка». Нам есть что вспомнить. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Первый и единственный в России. 742-й канал «Триколор.ТВ». 89,9 ФМ в Москве. 102,0 ФМ в Санкт-Петербурге. В телевизионных и мобильных приложениях. Подробности на сайте «Страна.ФМ». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Один. На всю страну. «Страна.ФМ». Телефон рекламной службы. 8-495-276-12-24. Ты часто проходишь мимо, не видя меня. С кем-то другим. Я стою, не дыша. Я знаю, что ты живешь в соседнем дворе. Ты идешь не спеша. Не спеша. Но это не любовь. Но это не любовь. А вечером я стою под твоим огном. Ты поливаешь цветы. Поливаешь цветы. А я до темна стою и горю огнем. И виной тому ты. Только ты. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Научи меня всему тому, что умеешь ты Я хочу это знать И уметь Сделай так, что спылись все мои мечты В ней нельзя больше ждать Я могу умереть Но это не любовь О, это не любовь О, это не любовь Это не любовь. 9-2-8-1-89-9. Александр, был возмущен судейством Карасева в матче «Локомотив ЦСКА» и до сих пор не понимаю, почему КДК не сделал ничего по отношению к «Верблому». Как думаете, когда у нас все же ведут видеоповторы? — Ну, по-первыхому, скажем так, полу-вопрос, почему КДК не наказал «Верблому», потому что его наказал Карасев с желтой карточкой, а у КДК руки связаны в данной ситуации. Если бы карточки вообще не было, тогда контроль дисциплинатный комитет рассматривал бы этот момент. А так, карточка есть, все вроде наказание как бы вынесено. Это таковы правила современные. Если их изменят в будущем году, значит, КДК будет по-другому себя вести. А момент, когда «Верблум» вроде бы ударил на 92-й минуте Игоря Денисова, он просто на видеозаписи не виден четко. Был там удар, какого рода удар, если был. Поэтому КДК, к сожалению, не был в состоянии этот момент рассмотреть и вынести какое-то наказание «Верблуму». И плавно переходя к видеоповторам, это как раз к вопросу о том, можно ли вводить их в нашей стране. Потому что если такие моменты спорные, наше телевидение не в состоянии показывать в деталях, то какой смысл вводить видеоповторы, если видеоассистент все равно на своем мониторе, на своем компьютере ничего разглядеть не сможет. Соответственно, наверное, их можно ввести не раньше следующего года. Но опять же, при условии, что будут подготовлены видеоассистенты, и все наши стадионы будут оснащены нормальным, достаточным числом видеокамер, телекамер. Я думаю, что это, наверное, не меньше десятка. И на каждом стадионе будет работать нормальный телережиссер, который будет ловить все вот эти спорные ситуации. И видеоассистент, сидя или на стадионе, или в специально выделенной комнате в Останкинском телецентре, он будет их со всех необходимых, нужных ракурсов рассматривать, фиксировать. И помогать судье в поле принимать правильные решения. Сейчас же у нас, ну, я сам с этим учу, потому что я смотрю каждый матч чемпионата России. И, наверное, в половине случаев... Гнев болельщиков оправдан. Скорее, непонятен и невозможно сказать им прав судья или нет, потому что, ну, из многих городов провинциальных, и в частности из Каспийска, из Грозного, трансляции бывают такое качество, что мало того, что повтор некачественный, просто повторов как таковых нет. Вот, и поэтому какое-то мнение однозначное выносить очень сложно. Вот, ну, у нас так или иначе этот процесс пошел, правда, немного странным образом. У нас до сих пор непонятно, кто курирует этот проект, как он будет происходить. Нет, не получено добро от FIFA. Вот, но уже один клуб, Краснодар, закупил, оплатил технологии, собирается устанавливать камеры. Их, конечно, инициативу можно приветствовать, но пока у нас, как и многое в футболе происходит, скажем так, как странным образом, пропуская пункт 1, 2, 3, с пункта 4, 5 приступают. Ну, может быть, то оборудование понадобится Краснодару, а может быть, у нас РФС решит на самом деле закупать технологию совсем другого провайдера. Не знаю. Ну, надеемся, что со следующего сезона, то есть где-то с июля, с августа, наверное, видеоповторы будут введены. Ну, в крайнем случае, Краснодар будет хорошие всякие мемасики для Ютьюба снимать. Ну, это дорогие мемасики будут, все-таки там пару сотен тысяч евро. Я думала, это было бы подписывать. Это дорогой мемасик. Да. Друзья, ну что, мы скоро продолжим. Пишите, группа ВКонтакте «Страна.ФМ» и «Вайбер» в WhatsApp 909-928-189. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Реклама «Энстайлмен». Журнал для мужчин, у которых есть деньги и вкус к жизни. Сделано в России. 16+. «Страна.ФМ». Телефон рекламной службы. 8-495-276-12-24. Такси у подъезда уже полчаса, телефон разрывается. И вроде бы все решено между нами, и я ухожу. Давай отрывай поскорей, ты же видишь, одной мне не справиться. Я силы в себе сделать шаг до порога не нахожу. И вновь суета, поезда, самолеты. Я словно на острове, а рядом проходят чужие, которым родными не стать. Но эта любовь поделила мне жизнь на до и на после нее. И если отпустишь, то я упаду, и мне больше не встать. Тебя я нашла. Себя потеряла. Ну как же, ну как же я раньше жила. Как я дышала. А я не ждала. Я даже не знала. Как мало, как мало мне будет тебя, как мне тебя мало. Остаться одной, это проще всего, хлопнуть перью и выбежать. И снова вперед не сдаваться, надеяться, снова искать. Но знаю уже, без тебя на плечах этот мир мне не выдержать. Ты даже не думаешь, у тебя до порога меня отпускать. Тебя я нашла. Себя потеряла. Ну как же, ну как же я раньше жила. Как я дышала. Как я дышала. А я не ждала. Я даже не знала. Как мало, как мало мне будет тебя, как мне тебя мало. Тебя мне как мало, как мало. А я не ждала. А я не знала. А я не знала. Не знала. Тебя я нашла. Себя потеряла. Ну как же, ну как же я раньше жила. Как я дышала. А я не ждала. А я не ждала. Я даже не знала. Я не знала. Как мало, как мало мне будет тебя. Как мне тебя мало. Тебя мне как мало. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Доброго спортивного утра вам, друзья. Я это телерадиоканал Страна.ФМ. Лиза Калинин, Никита Некрасов. И у нас в гостях Александр Бобров. Заместитель шефа отдела футбола. Издательского дома Спортэкспресс. В том числе отвечаем на ваш вопрос. Разговаривая про футбол. Вопрос можно задавать в группе Страна.ФМ. Вконтакте. Или же в WhatsApp Viber. 8909928189. И вот пришел вопрос. Ну он несколько риторический. Мы его уже рассмотрели за кадром. Вне эфира. Озвучиваем. Не могли бы вы сказать, доброе утро, почему российские футболисты не так переживают за свою страну, как звезды мирового футбола? Если запретить легионеров, наш футбол возрастет? Ну, отвечая на первый вопрос. Отвечая на первый вопрос. Честно говоря, насколько я знаю, ребята переживают. Ну, непонятно, кто сказал слушателю, что они не переживают. Вот. Может быть, каждый переживает по-своему, по-разному. Без слез, со слезами. На камеру. Мы же этого не видим, да. Кто как переживает. Вот. Что они потом обсуждают и как. И как они в семьях потом ведут себя. Спят, не спят и так далее. Разные, опять же. Как и в жизни. Футболисты тоже все люди разные. А что касается легионеров, запретить, ну, это вообще как-то странно. У нас система подготовки резервов детско-юношеский футбол в таком печальном, плачевном состоянии, что у нас просто играть-то некому. У нас не наберется нормальных качественных футболистов на все команды премьер-лиги. Вот. А потом сейчас, наоборот, многие ратуют за то, чтобы отменить лимит на легионеров, чтобы не ограничивать их количество. Все-таки, ну, согласитесь, там, допустим, когда играл «Халк», когда играл «Вицель», у нас чемпионат, в том числе, благодаря им, был интересный. Зрелищный. Зрелищный, интересный. Люди ходили и на «Халка», потому что, ну, я действительно футболист. «Халка» не стал, в какой-то степени интерес и зрительский, и спонсорский пропал. И мне кажется, что, наверное, все-таки лимит надо отменить, и пускай количество игроков на поле все-таки регулируется, и наши ребята пробиваются, ну, и легионеры тоже пробивают стартовые составы, то есть пускай это действительно будет нормальная обычная конкуренция, а не что-то искусственное. Я думаю, что этот вопрос все равно возникнет после чемпионата мира, и, наверное, либо лимит будет изменен в пользу, там, допустим, 10 плюс 15 заявки, либо, ну, мне хотелось бы, чтобы он был вообще отменен. То есть вы считаете, что если будет, допустим, теоретически не будет лимита на легионеров, то это положительным образом скажется на наших футболистах, у которых будет еще больше стимул пробиться в основу? Ну, по крайней мере, я надеюсь, что так будет. Понятно, что у нас футбол очень специфичный вид спорта в нашей стране, он очень по необычным законам живет, но я надеюсь, что да, все-таки закон конкуренции, он будет сказываться, будет работать и будет помогать, опять же, нашим ребятам расти, а не так, как сейчас, когда они абсолютно уверены, что с паспортом они выйдут на поле. Другое дело, что может быть какие-то там исключения из правил делать, предлагать, вводить в состав одного молодого игрока, мы, правда, уже это пробовали делать, не сработало, вот, не знаю, наверное, надеюсь, что чиновники из РФС все-таки что-то какую-то ситуацию, какое-то решение найдут и в ближайшее уже время после чемпионата мира. Ну вот если мы говорим про чемпионат мира и про, в том числе, сборные мира, хотел бы у вас, пользуясь случаем, спросить, как вы относитесь к тому, что у нас появляются сборные игроки других стран с российским паспортом? Ну, допустим, Рауш, он все-таки можно считать его русским. Ну, не считая Рауша. Гильерми, наверное, это немного странно, потому что наша страна всю жизнь славилась вратарями и никогда у нас проблем с этой позицией вообще никогда в жизни не было, вот. Но это немного странно. Марио Фернандес, пускай, он, в общем-то, закрыл проблемную позицию, игрок качественный, хороший. Это, конечно, ну, опять же, это свидетельство о том, что у нас просто не работает система подготовки резервов, воспитания. Давайте сделаем небольшую паузу, да, и вернемся буквально через одну песню. Оставайтесь с нами, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал «Страна ФМ» Лиза Калинина Никит Некрасов, Александр Бобров, заместитель шефа отдела футбола из Дельского дома «Спортэкспресс» у нас в гостях. Разговариваем, собственно, о футболе. И дебаты у нас не прекращаются даже за эфиром, к сожалению. Это да, это да. Песни нам мешают сегодня. Нет, это консенсы, очень интересно. Мы разговаривали до песни о легионерах, о натурализованных футболистах в нашей сборной, и хотим, наверное, продолжить эту тему про Фернандесов в частности. Разговаривали мы о том, за эфиром, кто бы мог вообще вместо Фернандеса занять. Есть у нас такие игроки? Ну, мог бы играть Смольников, он, в общем-то, кандидат сборной, и игрок сборной. А возвращаясь к вопросу, почему Фернандес? Ну, потому что он на порядок лучше многих российских игроков. А почему он на порядок лучше? Ну, это вопрос к тренерам тех же детско-юношеских школ, которые готовят так наших мальчишек. И вопрос, наверное, к РФС, который так развивает детско-юношеский футбол, что у нас... Я надеюсь, Алексей Матвеев не обидится на меня, директора Спартакского музея, который раньше работал в Спортэкспрессе. Каждый раз, когда юношеская сборная какая-то наша вылетала в отборочном турнире Чемпионата Европы, мы глядели друг на друга, переглядывались и говорили, ну, дальше будет еще хуже. И на самом деле, действительно, так и происходит. То есть, за последние 10-15 лет вряд ли можно говорить об улучшении именно качества игроков. Там, допустим, школы созданы, академии созданы, но в целом на выходе практически пшик, потому что вы сами видите, что в командах премьер-леги своих воспитанников хороших, качественных раз-два обчелся. Поэтому, конечно, они вынуждены брать легионеров. Ну, и наши сборные, за исключением Колыванова, Хамухи пару раз, за исключением юношеских сборных, которые выиграли Чемпионат Европы, за исключением молодежки Николая Писарева, который выходил на Чемпионат Европы, но там неудачно выступил в Израиле. В общем, таких у нас серьезных результатов нет. А вот, допустим, англичане сейчас, они выстрелили, они создали очень качественный, такой хороший проект. Сейчас несколько юношеских сборных у них выиграли Чемпионат Европы, юниоры выиграли Чемпионат Мира, и лет через пять это скажется. Эти ребята, в общем-то... Почему так? У них очень сильная сама система подготовки с юных лет. У них мозги есть, у тех, кто руководит футболом. Они создали нормальный спортивный центр, развили методику, науку, подготовили тренеров, разработали программу. Не до 2030 года какую-то такую... Размытую. Размытую, скажем так, стратегию. А именно конкретную программу подготовки резервов, она работает. Причем она не только на бумаге, но она конкретно и работает. Так было в Голландии, так было у немцев после 2000 года. И немцы тоже пожинают плоды сейчас. У них четыре сборные, готовые играть на Чемпионате Мира в России. Фактически четыре состава. Один основной, второй мы видели на Кубке Конфедерации. У них еще там 20 игроков, которые могли бы спокойно попасть в заявку. Я думаю, в тройку призеров они бы точно попали. Просто люди а, думают и б, работают. Александр, вот раз мы об этом заговорили, после каждой неудачной попытки выступить где-то на больших чемпионатах, у нас и тренеры меняются, и так далее. До сей поры у нас не менялся состав сборной. Конечно, Черчесов, он больше новых фамилий в эту сборную, скажем так, пригласил. Вот. А что нужно, вот если держать в голове подготовку молодежи? Сколько уйдет времени, если вот сказать, все, мы строим новую сборную, вот сколько времени уйдет, чтобы нам заново с фундамента поставить сколько лет? Ну, я думаю, это от пяти до десяти лет. Это смотря, опять же, как делать, что делать, пока все туда, пока воспитались бы ребята, пока они бы поднялись на определенный уровень. Причем у нас это все было в советское время, в 70-е, когда создавались футбольные школы молодежи, когда создавались интернаты, к счастью, тогда были другие республики, другие национальности, вот, в составе Советского Союза. Выбор был больше. Выбор был больше. Сейчас, в общем-то, то же самое. Нет, хотя и сейчас интернаты есть. Нагрую. Вопрос, а, в методике, б, в тренерах, дальше уже желание и так далее, и так далее, и так далее. Так, мы сейчас, к сожалению, снова вынуждены прерваться. Такая важная, нужная реклама, потом песня, и мы обязательно вернемся. Александр Бобров, заместитель шефа отдела футбола издательского «Нома Спортэкспресс» у нас в гостях. Задавайте свои вопросы. Оставайтесь с нами. На все, с вами. Телерадиоканал Страна ФМ Реклама Как создать автомобиль, способный восхищать? Нужна динамика и драйв. Это мотор «Субару Боксер». Контроль, маневренность. Еще бы. Постоянный полнопривод. Что с проходимостью? «Х-Моут» и «Клиренс-220». Ты видишь поворот? Да, фары поворачивают тоже. Красивый. Умный. Безопасный. С системой помощи водителю «Айсайт». Меня он восхищает. Новый «Субару Эксв». Создан инженерами. Ценности определяют выбор. Поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая «Ликвимоли», вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Продукцию, которая увеличит срок службы двигателя и обеспечит минимальный расход топлива. «Ликвимоли». Это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто всегда на шаг впереди. «Ликвимоли». Для тех, кто ценит самое лучшее. Все, что ты должен знать об антифризах, это «Кулстрим». Антифризы «Кулстрим» заправляются на конвейерах большинства автозаводов России, потому что «Кулстрим» — это антифриз, который используют чемпионы. Антифризы «Кулстрим» — это семь побед на Дакаре. «Кулстрим». Спрашивай в оранжевой канистре. Подробнее на сайте проантифриз.рф. Вы упорно трудитесь, а мы награждаем вас айфоном. Телерадиоканал «Страна.ФМ» объявляет конкурс «Герой труда». Пришлите на сайт страна.фм фото или короткое видео, сделанное во время работы. Расскажите свои профессии и о том, какую пользу вы приносите стране. Лучшие фотографии и видеоролики мы покажем в эфире, а победителю вручим айфон 8. Страна должна знать своих героев. Подробности на сайте страна.фм Страна.фм Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 На сердце боль в стакане яд И время крутится назад Меня пытаясь обмануть А я боюсь его вспугнуть А я боюсь поднять стакан Чтоб опустил тугой капкан На раскаленном добела В моем лице кипит слеза Там, за белой рекой Под прошлогодней листвой Я найду твои следы Иду за тобой Я не забуду эту боль Я не забуду стыд и страх Когда я камнем падал вниз Безмолвной тенью на стене Застыну я в немой тоске Сбежала капля по стеклу Сухие листья на снегу Там, за белой рекой Под прошлогодней листвой Под прошлогодней листвой Иду за тобой Доброе утро Лиза Калинина, Никита Некрасов В гостях у нас сегодня Заместитель шефа отдела футбола Из Дальского дома Спорт-экспресс Александр Бобров Говорим о футболе Сегодня уже вечером 21.45 Очередной товарищеский матч Россия и Испания Такой же, наверное, ожидаемый Как ждали мы Если не больше Если не больше Месси и Аргентину Ну да Да, вот что скажете Хочется услышать мнение эксперта Вот еще одна Прекрасная проверка Нашей команды На прочность И на прочность И на качество игры И на мысль И на тренерскую мысль И так далее Вот всеобъемлющая Такая проверка Посмотрим Еще одна команда Из числа ведущих В мире Со всеми звездами Практически кроме Травмированного иска То есть мы Надеюсь увидим И Рамоса И Сергию Рамоса И Бускеца И Пике И Дехе В воротах И Ньесту И посмотрим Что на фоне Этих футболистов Покажут наши ребята Вот Надеюсь Хотя бы на ничью Вот Потому что результат Тоже важен Важен не только Игранный результат Потому что Мы продолжаем падать В рейтинге ФИФА Чтобы нам не говорили Что он мало значим Но тем не менее Он важен Но он скажется При жеребьевке Чемпионата мира 2022 года Вот И чем ниже Мы опускаемся Тем хуже будет Ситуация Тем ниже Мы опустимся В корзинах При жеребьевке И напомню Что у нас весной Еще Бразилия С Францией У которых Тоже выиграть Будет Весьма и весьма Сложно Значит Мы рискуем Не дополучить очки Просто в рейтинг Вот Но надеюсь Что стадион Будет полный Надеюсь Что будет с организацией В порядке Это еще одна проверка Стадиона Санкт-Петербург Но их Не хотелось бы Чтобы повторилась Ситуация Которая была В Лужниках Когда люди Не могли Добраться До ближайших Станций метро В Петербурге Они выйдут со стадиона Зато с острова Будут долго Выплывать Да Александр Такой вопрос Я просто много Слышал мнений Ну в первую очередь Конечно своих друзей Что Зачем нам Вот матчи Такие как с Аргентиной Такие как с Испанией Давайте нам Какого-нибудь Такого плотного Середняка Чтобы наши Могли поиграть А тут Нам и поиграть Им дадут И зрелищ Ну зрелище Разве что Посмотреть на зарубежных звезд Вот Действительно ли так Нужен крепкий середняк Либо же все-таки Действительно Надо заполучать себе В соперники И в товарищеские матчи Именно такие сборные Не я конечно за Аргентину Я за Испанию Потому что это еще и повышает Интерес к футболу Ведь на носу чемпионат мира А у нас практически Так по хорошему Рекламы еще этому турниру мало В том числе Вот эти матчи Они поднимут интерес Повысят зрелищность И опять же Они же транслируются По федеральному По первому каналу Поэтому это конечно здорово Нет-нет Это нужно Месси у себя Извиним Инстаграм выложил фотку С кем? С Красной площади Все равно И реклама в стране Конечно Они же тоже Они же видят И кто-то уже высказывает Что у нас в общем-то Что ждите Чемпионат мира Пройдет Будет хорошо организован Потому что люди Это на себе видят Что они живут В хороших гостиницах По нормальным дорогам ездят На нормальных стадионах Играют все-таки Лужники И Санкт-Петербург Это классные Современные стадионы Нет-нет Это здорово Опять же тут же можно С разных точек зрения Рассматриваться Спортивно Наверное да Там бы мы выигрывали Скорее Больше шансов На победу было бы Ну а тут Зато мы видим Что мы себя представляем И к чему надо стремиться Правду видим В какой-то степени В какой-то степени А правда В какой-то степени Важнее Замечательный разговор Спасибо вам огромное Александр Александр Бобров Заместитель шефа Отдела футбола Сдательского дома Спортэкспресс Был у нас сегодня в гостях Никита Никрасов Лиза Калинина Услышимся Увидимся завтра До свидания Хорошего вам дня Пока Спасибо огромное До свидания Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ У нас с тобой В глазах пелена Ты влюблена И так не